Приветствую вас на канале кувалда.ру. Потихоньку возвращаемся в привычный режим обзоров. Тем более сейчас самое время поговорить о тепловом оборудовании. На повестке дня тепловые завесы. Для чего они нужны? Какие бывают? Чем отличаются? И на какие параметры необходимо обратить внимание? Ответы на эти и другие вопросы, я надеюсь, помогут вам при выборе подходящего для вас оборудования. Давайте начнем с понимания, что же такое тепловая завеса. Это дополнительный и в частных случаях основной отопительный прибор, который создает так называемый невидимый барьер из мощного воздушного потока. Тем самым в зимний период предотвращает попадание холодного воздуха в помещения через дверные или оконные проемы. А еще они актуальны в целях энергозабережения в отапливаемых помещениях для предотвращения потери тепла, грубо говоря, чтобы вы грели само помещение, а не улицу. Ну а в летний период помогает сохранить микроклимат, удерживая прокладу в помещении. А теперь давайте посмотрим, как все это работает. Тепловая завеса по принципу работы напоминает тепловой вентилятор, в которых потоки воздуха проходят через нагревательные элементы. Но главное отличие это узконаправленное движение таких потоков вдоль плоскости проемов, у которых она установлена. Тем самым создается тот самый мощный воздушный барьер для наружного воздуха. Это можно посмотреть на схеме. Холодный воздух отсекается на пути в помещение, в котором существует частое открывание дверей или дверей нет вовсе. Для этих целей завесы ставят на входе в торговые центры, офисы. На самом деле область применения достаточно большая, начиная с маленьких продовольственных магазинов, заканчивая большими складскими и производственными помещениями. А вообще завеса достаточно универсальна и может быть полезна даже в летний период. В качестве защиты от проникновения теплого воздуха в помещение, а также уличной пыли, надоедливого тополиного пуха, выхлопных газов и прочих продуктов уличной жизнедеятельности. Итак, какие бывают завесы? Ну, во-первых, их разделяют по напряжению. Однофазные, самые компактные завесы, высотой монтажа 3-3,5 метра и шириной около метра, что равно стандартному дверному проему. И трехфазные, более мощные завесы для обогрева больших помещений. Во-вторых, завесы делятся по способу монтажа. Самые популярные, горизонтальные, монтируются над проемами и обеспечивают воздушный поток сверху вниз. Если проем достаточно широкий, их можно установить несколько вместе. И самое главное, что нужно запомнить. Завесы, у которых указана горизонтальная установка, запрещено монтировать вертикально. Это приведет к поломке прибора и снятии его с гарантии. Вот так-то. Вертикальный завес используется реже. В основном в тех случаях, когда нет возможности установки горизонтально. Они монтируются сбоку от дверного проема. Высота вертикальной завесы должна быть не менее трехчетвертей, ну 75%, от общей высоты всего проема. Иначе она будет работать неэффективно. Вообще, вариантов монтажа может быть великое множество. А если вы планируете смену ее положения, то для этого существуют универсальные завесы для вертикального и горизонтального монтажа. Завесы различают по типу теплообменника. Грубо говоря, по способу нагрева воздуха. Электрические и водяные. Электрические. Легко монтируются и обслуживаются. Их можно установить в любом месте, не только на дверном проем. В качестве нагревательного элемента используется стич или тен. Коротко, что это такое. Стич. По сути, это спираль из проволоки, которая устанавливается непосредственно перед самим соплом. И нагревает воздух, проходящий под ней. Монтаж осуществляется только горизонтально. Из плюсов. Очень быстрый нагрев и сравнительно небольшая цена с моделями, оснащенными теном. Из минусов. Достаточно короткий срок службы и они жгут кислород. Тен представляет собой металлическую трубку с нагревательным элементом. Завесы, оснащенные теном, производительнее и долговечнее, чем стич. Собственно говоря, поэтому и дороже. Самое главное их отличие – это возможность монтажа и горизонтально, и вертикально. Водяные. Они подключаются к системе центрального отопления, и теплоноситель, циркулирующий через колорифер, отдает свою тепловую энергию воздуху, который проходит через него. Из плюсов. Экономия электроэнергии. Ведь для их работы нужно питать только вентилятор. Большая тепловая мощность, поэтому их ставят в больших промышленных и складских помещениях. Из минусов. Сложность с монтажом и обслуживанием, ну и высокая стоимость в сравнении с электрическими. Итак, перейдем к основным характеристикам, на которые стоит обратить внимание при выборе тепловой завесы. Кстати, для управления завесами существуют вот такие пульты дистанционного управления. Для подбора тепловой завесы нужно знать ширину и высоту дверного проема. И если с высотой все достаточно просто, ведь максимальное значение всегда указано в характеристиках завесы, то шириной есть одно главное правило. Ширина завеса должна быть либо равна, либо чуть превышать дверной проем. Да, существует позиция, при которой в качестве экономии ставят завесу чуть меньшей ширины дверного проема. Но для этого должны сработать несколько условий. Во-первых, наличие сквозняков, тамбура, какая проходимость у вас через эту дверь. В общем, все это исключения, которые можно и нужно обсудить с консультантом. Поэтому придерживайтесь все-таки основного правила. Что же касается подбора тепловой мощности, то здесь тоже нужно учитывать свои нюансы. Ставите ли вы завесу только для отсечения холодного воздуха или хотите с ее помощью поднять общую температуру помещения? Отапливается ли это помещение? Какая проходимость? Но если говорить о грубых подсчетах, то можно придерживаться простой формулы. 1 киловатт на 10 квадратных метров. Или давайте возьмем самый простой и распространенный пример. Для стандартного дверного проема подойдет завеса и высотой монтажа 2,5-3 метра и тепловой мощностью 3 или 5 киловатт. Про правила ширины завеса и дверного проема мы не забываем. Но чтобы не ошибиться и подобрать максимально подходящую тепловую завесу именно под ваши условия, обращайтесь к нашим консультантам. Все ссылки на тепловое оборудование будут в описании к этому видео. Этой зимой грейтесь вместе с кувалда.ру. Всем пока!